Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню! Сегодня я буду готовить пирог со шпинатом. И если вы даже не любите шпинат, то я вас уверяю, этот пирог вам придется по вкусу. Итак, какие продукты нам понадобятся? Я беру одну упаковку слоеного без дрожжевого теста, затем 1 средняя луковица, 3 больших яйца, 2-3 столовых ложки сметаны, примерно 50 грамм сыра и менталь или любого натертого сыра и 250 грамм свежего шпината. Также нам понадобится вот такая вот форма для выпекания пирога. В глубокую сковороду или вог наливаем примерно 1 столовую ложку любого растительного масла и всыпаем порезанный лук. Шпинат промываем под проточной водой. Как только лучок станет прозрачным и начнет золотиться, то укладываем в сковороду шпинат. И готовим шпинат до того момента, когда он вдвое уменьшится в объеме. Шпинат стал мягким, поменял свой цвет на темно-зеленый и уменьшился в объеме в два раза. Сейчас я немножечко его присолю, снова перемешаю. И, как видите, сока уже нет, значит шпинат полностью готов. Тесто выкладываем в форму и укладываем сверху подготовленный шпинат, полностью разравнивая по всей поверхности формы. Вот так вот, чтобы везде все было равномерненько. Итак, шпинат у меня уже в форме. И сейчас нам нужно будет приготовить заливку для пирога из яиц, сметаны и сыра. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем сметану, немного все это присаливаем и вот так вот размешиваем. Взбивать не обязательно, лишь бы чтобы масса была равномерной, такой вот однородной. Добавляем тертый сыр и снова все перемешаем. Полученной смесью заливаем шпинат. Вот так вот. Все это сейчас я разравняю, чтобы заливка полностью покрывала вверх. Разогреваем духовку на 200 градусов и ставим выпекаться на 30 минут. Вот прошло ровно 30 минут и вот такой вот красивый, золотистый и ароматный пирог я достала из духовки. Сейчас я его переложу на блюдо и отрежу кусочек, покажу какой пирог внутри. Вот такой вот красивый пирог получается. Я специально для изготовления этого пирога беру форму с высокими бортами, потому что когда вы вынимаете уже готовый продукт, то получается вот такая вот красота, что-то наподобие цветка. Ну и как обещала, сейчас отрежу кусочек и покажу, какой пирожок внутри. И вот так вот замечательно выглядит пирог в разрезе. Этот пирог нравится не только взрослым, но и детки его едят с удовольствием. Подавать его можно со сметаной или с зеленым салатом. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравился и вы будете готовить его с удовольствием.